МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует ведущая Дарита Пузлеева. И Владимир Сметанин. Хорошего дня всем. Несмотря на то, что жаркая погода и столбик термометра, видимо, только будет подниматься вверх до плюс 37. Нас напугали этой цифрой. Но, я так понимаю, это не областной центр, а, возможно, районы Южной и районной области. Потому что, я думаю, что многие из нас в последние дни заняты тем, что сравнивают прогнозы погоды на разных сайтах. Нет, не занимаешься этим. Я вот сегодня с утра на 4, по-моему, сравнивал данные. Ну, на ближайшие дни плюс 33 в тени в областном центре, вроде как, не больше. Понятное дело, что при такой ситуации нелегко приходится не только полностью здоровым, то есть не только людям с какими-то заболеваниями хроническими, но и полностью абсолютно здоровым людям физически. Элементарное, да, что нам советуют специалисты делать при передвижениях по городу, выбирать теневую сторону улицы. Да, вот у меня сейчас получилось припарковаться в тенюшке. Ну, ты на автомобиле. И я прям безмерно этому рада, потому что на жаре автомобиль нагревается там вообще, ну, вот на солнце до каких-то нереальных отметок. А вот у меня автомобиль тоже черного цвета. Он прям моментально вспыхивает, прям с жаром. Ну, я сегодня ехал с утра, тоже немножечко прокатился по делам по городу, не стал включать кондиционер, потому что, я думаю, сейчас слышат, да, многие, то, что кондиционер, он дает уже о себе знать. Вот нос немножко заложен, там что-то, сопли такие. Так что с этим нужно тоже быть аккуратными. Ну что, проанонсируем темы нашего сегодняшнего разворота. После 13.00 у нас будет две темы. Будем говорить в очередной раз о всевозможных ремонтных и благоустроительных работах, которые проходят в областном центре, как праздники прошли мусорили, не мусорили жители и гости нашего города. Екатерина Безгачева к нам придет, замначальника дирекции благоустройства администрации нашего города. Еще одну тему затронем. Не совсем, наверное, часто мы об этом говорим в нашем эфире, но эти люди, эти кондиционеры, они существуют, они увлекаются. Речь идет о филателистах, это марки. Марки, да. И сейчас в нашем городе проходит выставка под названием «Вятский край филателии. Ноль плюс возрастное ограничение». И у нас в студии будет Александр Прозоров, один из увлеченных этим делом специалист. Ну, первая часть, как уже, наверное, все поняли. Про Жару-то, да, уже и сказали. Будем сейчас общаться, в том числе, с представительницей врачебного сообщества, с начальником поисково-спасательного отряда и с замруководителя управления Роспотребтонзора по Кировской области. Понятное дело, что сейчас люди, которые в отпусках находятся, дети на каникулах, ну, те, кто, в общем, не вынужден ходить ежедневно на работу, сейчас в дневные часы они устремляются на водоемы. В том числе функционирует наш городской пляж возле Старого моста, возле Титаника. Честно говоря, давненько там не был, но что-то вот мне подсказывает, что сейчас там народу достаточно прилично отдыхает. И все это накладывается, увы, на печальную, неутешительную статистику. У нас такая особенность. Не только для нашего города, но и, наверное, для многих регионов, где сейчас стоит жара и где существует разнообразие всевозможных водных объектов. Увы, как только столбик термометра идет вверх, у нас увеличивается количество утонувших. Вот буквально за вчерашний день, за 1 июля, статистика уже Министерством чрезвычайных ситуаций приведена. За прошлый день в Кировской области, в нашем регионе, утонули два человека. Вблизи города Орлова на реке Вятки, мужчина 54-го года рождения, и в реке Луза тоже мужчина 77-го года рождения. Если смотреть статистику... Общероссийскую? Ну, давай я, наверное, скажу про статистику все-таки в Кировской области. Вот передо мной сейчас данные, опубликованные главным управлением МЧС в конце июля прошлого года. Вот мы уже подбираемся, собственно, к этой дате. 34 утонувших было на тот момент с начала 2023 года. То есть все мы прекрасно понимаем, что десятки и десятки жизней... Если общероссийскую статистику смотреть, то с 1 января по 26 июня 1254 человека в стране погибло на воде. Причем вот отмечают спасатели, что в основном люди тонут в реках и водоемах, ну, видимо, типа озер, карьеров, как у нас, а не в море. Ну, то есть самые ближайшие к населенным пунктам, какие-то водные объекты, куда люди привыкли добираться, и куда есть возможность добраться. Большие самые... Ну, вообще, конечно, смерть на воде – это ужасная трагедия, но мы, как родители, тоже с тобой прекрасно понимаем, что когда гибнут дети, это особое ощущение вызывает. Печальный, недавно нагремевший случай. Двухлетний малыш утонул в селе Безбожник Мурашинского района. В искусственном, да? Да, искусственный прот, ну, видимо, на участке. Родители не досмотрели, и все, это закончилась трагедией. Ну, и вообще в хрониках, в сводках вот этот недогляд со стороны родителей, он регулярно присутствует. Чуть отвернулись, чуть отлучились, ребенок пропал из виду, и затем уже... Ну, опять же, я как... Все это приводит к печальным последствиям. Человек с несколькими детьми. Знаю, что дети обладают какой-то уникальной способностью к телепортации. То есть ты буквально... На родном месте, что называется. Буквально моргнул, и он уже где-то пытается самоликвидироваться, скажем так. Поэтому за детьми, конечно, нужен глаз да глаз. Информация, в том числе Роспотребнадзорам, уже предоставлена. Специалисты управления Роспотребнадзора по нашему региону ежегодно в преддверии пляжного сезона обследуют места отдыха. Естественно, берутся пробы воды. Это касается территории всей области. Информация уже кое-какая опубликована на сайте управления Роспотребнадзора. И прочитав это все, можно сделать вывод, что купаться это во многих местах не рекомендуется. Как обычно. Потому что в воде присутствуют бактерии, микроорганизмы, которые не лучшим образом, мягко говоря, могут сказаться на нашем здоровье. Вот, возможно, как раз-таки бактерий-то там и нет. Ну что? А хотя, может быть, и есть. Ну, в общем, нужно будет спросить специалистов. Да, сейчас, конечно, да, будем связываться. Кстати, как у тебя отношение к кировским водоемам, к пляжам? Вот я, честно говоря, давненько не был на наших водоемах. Вот это знаешь, я живу в Кирове с 2002 года, и я ни разу не купалась в Вятке, и не планирую этого делать. Вот тебе крест, да? Да. Ни разу. Это по каким-то соображениям? Она почему-то не вызывает вообще... То есть есть места лучше, то есть нет желания вообще, да, окунуться в наши водоемы? Не вызывает она у меня доверия, скажем так. Ну, знаешь, как многие привыкли, едут на рыбалку, там, рано утром или поздно вечером, можно посидеть с удочкой или с другими снастями, а когда днем уже жара, солнышко высоко, многие предпочитают ее окунуться, да, в этот момент. Ну, как-то вот само собой разумеющееся у нас. Хорошо, будем общаться, да? Любовь Басарыгина, да, с нами на связи, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Кировской области. Любовь Александровна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Любовь Александровна. Конечно, мы знаем, что каждый год вы к пляжному сезону готовитесь, берете пробы, изучаете обстановку и вот что сейчас, на начало июля, какая ситуация на водоемах области, где можно купаться, где вы не рекомендуете этого делать и сравнить ситуацию, возможно, с той, что была в прошлом году, ну и в сравнении с какими-то средними значениями. Поделитесь, пожалуйста. Да, вы абсолютно правы. Управление Роспотребнадзора по Кировской области ежегодно у нас организуется лабораторный мониторинг за качеством воды водоемов, используемых нашим населением для окупания в летний период. Пробы воды у нас отбираются как от водоемов, которые находятся около официально организованных пляжей. Перечень у нас есть утвержденный при чистом Кировской области, в том числе на 2024 год, также мы отбираем пробы воды, скажем так, и в водоемах, которые наиболее часто используются нашим населением, просто для массового купания. Если посмотреть, то с начала сезона у нас на территории области уже в рамках этого мониторинга было отобрано 231 пробы воды из поверхностных водоемов. Это и реки, и пруды, и озера, да? Конечно, да. За прошедшую неделю только у нас уже было отобрано 58 проб, а по результатам проводимых исследований у нас ни в одной из проб не обнаружены патогенные микроорганизмы. Это именно, скажем так, микроорганизмы, которые вызывают у нас те или иные заболевания. В основном это возбудители острых кишечных инфекций. Это положительная черта, да? Не обнаружили. Это положительная, да. Сравнивать у нас нет в данном показателе каких-то среднемноголетних показателей. Сравнивать, наверное, некорректно, потому что и качество воды у нас зависит в том числе и от погодных условий, которые у нас, скажем так, действуют на данный сезон. Поэтому мы работаем уже по факту с тем, что имеется, не сравнивая с показателями прошлого года. А как интенсивно отбираются пробы или с какой периодичностью? Зависит ли это от погодных условий? Жара. Наверное, можно сейчас предполагать, что это такая благотворная среда для размножения всевозможных микроорганизмов и ситуация может измениться. Имеет место быть такой фактор? Конечно. Поэтому у нас мониторинг по микробиологическим показателям. Именно, скажем так, микробное загрязнение мы проводим еженедельно. Это является обязательным требованием и мы мониторим. По санитарно-химическим показателям мы исследуем, это взвешенные вещества, запахи, окраска, плавающие примеси мы исследуем раз в месяц. И однократно перед началом сезона мы еще проверяем и на обобщенные показатели, которые, в принципе, можно отнести к санитарно-химическим показателям и уже в соответствии с этим работам. Но для нас, конечно, с точки зрения эпид-опасности больше интересуют именно показатели, микробиологические показатели, которые мы исследуем раз в неделю. Информация о том, сколько проб у нас будет исследовано на неделе и, скажем так, где у нас были какие-то неудовлетворительные показания по микробиологическим показателям, мы, конечно, будем еженедельно размещать на нашем официальном сайте, сайте управления. Любовь Александровна, а микробиологические показатели это что? Там мы смотрим обобщенно-калиформные бактерии, патогенные микроорганизмы, калифагии, шерихиколи, антерококи. Кто все эти микроорганизмы? Чем они опасны для человека? Ну, это, видимо, все то, что если попадет в наш желудочно-кишечный тракт, это вызовет реакцию нашего организма, да? Может вызвать. Ну, не совсем, можно так сказать. Вот патогены микроорганизма, это именно возбудители различных кишечных инфекций. Вот здесь, конечно, все было бы очень плохо, если бы они у нас обнаруживались. А вот обобщенные калиформные бактерии, калифагии, шерихи, калифагии, калифагии, вот такие показатели, это, скажем так, общее загрязнение, то есть это вся совокупность различных микроорганизмов. И по их показателям мы понимаем, есть ли у нас, скажем так, риск возникновения и, как бы, общее загрязнение воды, то есть если эти показатели в норме, они всегда будут присутствовать, не может быть такого, что вода поверхностного водоема у нас с вами стерильно, вот если они в норме, значит, в принципе, вода достаточно безопасна. Если показатели повышаются, значит, есть риски, в том числе и в случае попадания каких-то патогенных микроорганизмов к быстрому, скажем так, размножению в воде, нарастанию и, соответственно, заражению. Ну, то есть, видимо, есть какая-то предельная концентрация, да, которую вы отслеживаете, делаете выводы. Но если получены вот эти неудовлетворительные результаты именно по микробиологическим показателям, вы рекомендуете не купаться в водоеме или все же можно? Нет, в любом случае, если имеется превышение по данному показателю у нас действующих нормативов, то мы не рекомендуем на данный момент, на данную неделю, скажем так, использовать данный водоем именно для купания. Некто это не запрещает у нас с вами загорать, находиться на пляже, то есть отдыхать около воды. Но здесь мы не рекомендуем, потому что повышаются риски возникновения различных инфекционных заболеваний. Правильно ли я понимаю, что вот по последним пробам городской пляж тоже не попадает в число тех водоемов, где рекомендуется купаться? Да, давайте сейчас пройдемся по популярным местам отдыха у воды именно в Кирове, потому что наша аудитория, в первую очередь, это областной центр. Ну, и в окрестностях. Да, муниципальный пляж у Старого моста, пляж в Нововятске, ЛПК, да, как там обстановка? Ну, вот по итогам прошлой недели мы разместили информацию, где мы не рекомендуем купаться. И у нас с вами попали туда. По итогам прошлой недели это у нас были, но еще раз повторюсь, там не было обнаружено патогенных бактерий. Ну, да, мы понимаем. Это было, скажем так, превышение общего количества всех микробов в воде. У нас это была река Вятка, район городского пляжа, и в районе пляжа, в районе лыжного комбината, и ЛПК лесоперерабатывающего комбината, Карачевский пруд у нас попал, это у НИИ, вот река Вятка, пляж село Вишкель, река Малума, Ленинская искра, Светловский пруд, поселок Светлый, Песковский пруд, Ленинский пруд, вот эти. В остальных водоемах у нас можно купаться. Было на прошлой неделе. То есть сейчас, которая у нас опять идет, вот началась неделя, у нас снова отобраны пробы, сейчас они находятся в работе, и к концу недели у нас будут уже новые результаты. На непосредственном берегу водоема эта информация обязательно к размещению? Вода у нас не соответствует кое-каким показателям, и купаться, принимать водные процедуры не рекомендуется? У нас нет таких вот санитарными правилами, у нас нет, скажем, таких требований, что оно должно быть именно на краю водоема размещаться. Мы обязаны уведать администрацию, скажем так, населенного пункта, в случае, если мы выявляем какие-то патогенные микроорганизмы. Здесь мы, конечно, сразу им сообщаем, потому что это риск именно возникновения уже инфекционной заболеваемости. А так вот мы размещаем на нашем сайте, чтобы люди могли посмотреть результаты. Любовь Александровна, еще поясните, пожалуйста, правильно ли я понял, вы берете пробу ведь только в местах официально утвержденных, да, для купания, так называемые дикие пляжи, вы там не принимаете никакого участия? Нет, почему, вот если по городу Кирову, да, мы с вами посмотрим, то по городу Кирову у нас организован вот такой мониторинг, это река Вятка-Городской пляж, река Вятка-Филейский пляж, река Вятка-Пляж ЛПК, лыжный комбинат, карьеру Ставанового моста, карьеры в поселке Старежи, пруд, река Плоская в районе деревни Заборья и пруда в поселке Дороничи. Еще однократно за сезон мы отбираем пруды там в парке имени Кирова. То есть мы отбираем, где больше всего народу купается, то есть вы понимаете, что если там, где вот просто человек ехал, ему увидел красивый берег, думает, да, искупаюсь, понятно, что во всех вот таких мелких точках мы не можем отбирать воду, то есть мы отбираем воду там, где больше народу и где больше риска возникновения инфекционных заболеваний. Ну, в общем, вы отталкиваетесь от количества отдыхающих, да? Конечно, да. Где больше всего, там и, собственно, проводите исследования. Любовь Александровна, еще момент. Последние годы большой популярностью пользуется так называемый пруд озера, как его называют, соя, да, который в Слободском районе, который называют Ярские Мальдивы, да, вода такого необычного цвета, и вот эта вода необычного цвета, она не потому ли необычного, что в ней нельзя купаться? То есть там проводились ли какие-то вообще исследования, возможно, в прошлом году? Ну, с учетом того, что возрастает число... Полный вот такой анализ мы не раскладываем. Мы смотрим именно те показатели, которые у нас определены санитарными правилами для зон рекреации. А полный химический анализ, из-за чего вода, вот такого цвета мы не проводим исследования, и оно однозначно, если бы это было что-то не так, какие-то показатели, это было бы опасно, населению бы об этом сообщалось. Ну, и предлагают... То есть это определенный, скажем так, просто состав воды, да, там микроэлементы, да. Растворенные микроэлементы, да, вот дают такой эффект. Да, и все это у нас дает вот такой не совсем обычный цвет у нас. Ну, я думаю, небесполезным будет напомнить, наверное, шаги, меры по профилактике кишечных инфекций, чтобы не подхватить уж простым языком выражаясь даже, что не нужно делать и что нужно делать. Так, ну, во-первых, конечно, мы хотим обратить внимание наших уважаемых слушателей на то, что купаться, конечно, необходимо в тех местах, которые у нас установлены и именно отведены для данных целей, поскольку это не только безопасность, ну, скажем так, с эпидемической, да, какой-то с финской точки зрения, но в том числе это и своя безопасность, исследована, но не исследована. Именно безопасность, как и для своей жизни, может человек утонуть или нет. То есть там, где все-таки пляжи у нас оборудованы, там у нас и патрули проходят, и наблюдают, и народ есть, и дно исследовано. И эти риски, они практически минимальны. Поэтому, конечно, необходимо купаться там, где пляжи у нас установлены, где они оборудованы, и вот в таких местах. А то, что касается именно профилактики кишечных инфекций, во-первых, конечно, не надо загладывать воду из водоема. И если, ну, например, вы нырнули, и вода попала вам в рот, ее необходимо, рот необходимо у нас с вами прополоскать для того, чтобы не было загладывания, не было, нести риски для заражения кишечными инфекциями. Во-вторых, конечно, хотелось бы обратить внимание на то, что надо пить воду, которую вы принесли только с собой, либо кипяченая, либо бутылированная вода. Нельзя ни в коем случае использовать для этого воду из неизвестных источников, где-то там рядом расположены ранники, каптажи, колодцы. Только вода бутылированная, потому что именно она чистая и минимальная риски. Конечно, еще знаете, на что хотелось бы обратить внимание? Мы с вами не только выходим, не просто выходим покупаться на пляж, мы с вами, особенно если мы идем с семьей, с детьми, мы берем с вами определенную еду, да, там овощи, фрукты. И здесь не надо, во-первых, мыть их в этой же самой речке, их нужно промыть дома. И перед тем, как приступаем мы принять руки, у нас не просто в речке промыть, а обработать, наверное, каким-то антисептиком или спиртовыми салфетками, поскольку мы с вами прополучим руки в этой же самой воде реки, то тоже у нас есть риски именно заражения кишечными инфекциями. Спасибо большое, Любовь Александровна. Любовь Басарыгин, заместитель и руководитель управления Роспотребнадзора по Кировской области. Это хорошо, что напомнили такие элементарные правила. Вот на море же вывешивают флаги, да? Красные нельзя, желтые можно. Вот Роспотребнадзор передавал бы администрации информацию, да, администрация, ну хотя бы на те пляжи, которые оборудованы, там же есть спасатели. Ты сейчас про море говоришь? Нет, нет, я говорю, что по аналогии с морем можно же тоже вывешивать флаги. Нет, так у нас ведь вывешивают. Флаг, красный, желтый. Да, есть флаг у нас. Сейчас мы пообщаемся. А какие еще тогда предупреждения нужны? С Дмитрием Кулигиным, начальником поисково-спасательного отряда, который сейчас в настоящий момент дежурит Ну, в смысле, когда вода не соответствует, вывешивают красный флаг. Ну, вот, видимо, законодательство не предушматривает. Да, флаги, они все-таки в первую очередь сигнализируют о волнении или неволнении поверхности воды. На реке? На реке. Ну, нет, на море, опять же. Нет, я имею в виду, что по аналогии с морем можно было бы делать так же на неволнительных водоемах. На наших, да. В среднероссийской полосе, да. Дмитрий Кулигин у нас на связи, начальник поисково-спасательного отряда. Дмитрий Николаевич, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, рады, что вышли на связь. Мы находимся сейчас географически в районе театральной площади, и хотелось бы узнать, что за обстановка сейчас на городском пляже возле Старого моста, как много отдыхающих, как они ведут себя, много ли у вас работы? Ну, да, как вы правильно заметили, в Киров пришла жара, поэтому отдыхающих, конечно же, очень много. Ну, и купающихся в том числе. Погода жаркая, поэтому, да, в воде народу много. Ссатели дежурят на месте, на боевом посту. Контингент отдыхающих – это взрослые семьи с детьми или весь спектр жителей города возрастных? Да, все есть, все есть, да. Там и детишек много, но для них, конечно же, отдельная зона для купания, то есть буйки расставлены чуть ближе к берегу. А так, да, конечно, и взрослых тоже много, даже вот с животными я видел приходили. В чем заключается именно вот ваша работа, зачем именно вы следите, что будет сигналом того, что ваше внимание будет привлечено, и вы как-то вмешаетесь в ситуацию? Ну, честно говоря, как бы вот если человек тонет, то у него нет сил кричать о помощи и так далее. То есть приходится идти абсолютно за всеми. Мало ли кто-то начинает махать руками или погружение в воду происходит, тогда, конечно же, начинаем сразу реагировать. Ну и подплываем уже к непосредственно к стонующему. То есть в вашем... Да, простите. А часто вообще происходят такие ситуации, когда приходится спасателям вступать в дело? Конечно, хотелось бы пореже, но бывает. Случаи бывают практически ежедневно. Кто-то просто переоценивает свои силы и пытается переплыть реку или выходит за буйки, за те же самые зоны границы ответственности. Ну, то есть случаи бывают. Дети то же самое. Начинают устраивать какие-то игры с захватами друг друга, с нырянием и так далее. То есть случаи бывают. Стараемся как-то вот это посекать. Ну и по возможности, конечно же, оказываем помощь. В какой промежуток времени вы дежурство осуществляете? На боевой пост во сколько заступаете, так скажем? В котором часу? Вот именно городской пляж у нас работает с 10 до 8 вечера, с 10 утра до 8 вечера. Поэтому в это время мы обязательно находимся на пляже. Обращаются ли люди, возможно, за помощью и за жар? Да, кому-то, может, стало плохо, на жаре. Да, кому-то плохо стало, давление, там, не знаю, еще что-то. Честно говоря, там, в городском пляже дежурит медик еще, да. Да-да-да, поэтому чаще, если какие-то такие вопросы возникают, обращаются чаще к ним. Поэтому к нам, ну, тут люди, мы в воде находимся, то есть мы не на берегу сидим, а в лодке, в русской реке. Поэтому, как бы, к нам, кто проходит, они уже подходят в воде и уже как-то охлаждаются за счет этого. Слушайте, раз вы плавсредством пользуетесь, вы как с желанием боретесь искупаться или не боретесь, позволяете себе окунуться? Чаще нет, но мы же находимся чаще всего в спасательных жилетах, поэтому, ну, стараемся в воду лишний раз не залазить. А так, у нас локт оборудован навесом, небольшим самодельным, и поэтому, в принципе, кепки, головные уборы на голову, ну, и вот только так боремся. Спасибо большое. Спасибо большое, да, так сказать, без происшествий вам дежурства, чтобы все было спокойно, и жители нашего города, чтобы добросовестно относились к этому, на рекламу мы сейчас прервемся и продолжим наш разговор. 8 минут программы «Дневной разворот», вернее, первая часть у нас еще впереди, и у нас на связи по телефону сейчас будет врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Кировской области, терапевт Полина Мусихина. Вот мы уже и приветствуем. Полина Игоревна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, очень рады. Я думаю, что не бесполезно сегодня будет и нам, всем, и нашим слушателям напомнить основные элементарные правила поведения в жаркую погоду. Тут не только люди с какими-то проблемами со здоровьем могут почувствовать себя плохо, но и вполне себе физически крепкие, да, не так ли? Каких нужно правил основных придерживаться? Что порекомендуете? Всем здравствуйте, да, то есть я соглашусь с тем, что вы только что сказали. Особенно внимательными к своему здоровью должны быть люди, которые имеют хронические заболевания. О каких заболеваниях речь? Во-первых, это болезни сердца и сосудов, повышенное давление, стенокардия. Во-вторых, заболевания дыхательной системы, например, бронхиатма или заболевания желудочно-кишечного тракта, неврологические, заболевания сахарной, диабетой и на самом деле многие другие. Жара может способствовать обострению данных заболеваний или привести к развитию серьезных осложнений, поэтому нужно себя поберечь и при любом ухудшении состояния обратиться к медицинской помощью. Также в группе риска находятся пожилые люди в целом, беременные женщины и дети. Ну, у нас два периода, да, простите, что перебил, у нас два периода в году, когда специалисты зачастую не рекомендуют выходить без острой надобности из дома. Это зимой, когда морозы у нас лютые и летом, видимо, в жару, да? Вы поддерживаете? Вот это мнение, что если есть возможность отложить поход или поездку на более позднее время, вечером или наоборот, рано утром, то лучше поступить именно так. Все правильно, да, конечно, я согласна. От журы у нас страдают не только, значит, люди, которые имеют какие-то заболевания, но это опасно и для абсолютно здоровых людей. Риск получить тепловой или солнечный удар, обезвоживание или солнечный ожог есть у всех. Поэтому вот элементарных правил поведения в жаркую погоду необходимо придерживаться каждому. Ну и вот вы правильно сказали, то есть избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период его высокой максимальной активности, то есть с 11-12 часов до 16-17 часов. И если есть какая-то работа в саду, огороде, допустим, или какие-то занятия физкультуры вы запланировали, то лучше или на раннее утро отложить, или на более подние вечерние часы. А тяжелой физической нагрузки тоже, допустим, пока лучше вовсе отказаться. Если нет возможности избежать пребывания на солнце в опасные, в самые часы, то... Если ты работаешь с землекопом, да, например? Ну, тут разные ситуации бывают, то как можно помочь себе? Да, то есть если все-таки вам пришлось выйти на улицу, то не забудьте про головной убор, я думаю, об этом все знают. Отдайте свой выбор в пользу головного убора с полями, пусть это будет какая-то панама или шляпа, или кепка. Сейчас огромный выбор. Одежду тоже стоит выбирать с умом, то есть это какие-то легкие, свободные, струящиеся ткани, натуральные хлопок или лен, и желательно светлых оттенков. Также обязательно использование солнцезащитных средств, SPF 30, 50, наносить заблаговременно, согласно инструкции, и не забывать обновлять в течение дня. Полина Игоревна, недавно тут в соцсетях наткнулась на комментарии людей, которые делились разными способами справиться с горой. Охладиться. Да, охладиться, вот как специалист, да, хотелось бы услышать ваш комментарий. То есть один из способов девушка рассказала, что она берет аккумуляторы, которые охладительные, вот эти блоки для сумок-холодильников. Для термосумок. Для термосумок кладет их в рюкзак, и, соответственно, вот спиной получаются вот эти блоки через... То есть у нее площадь соприкосновения спина, да, с этим контейнером? Да, с этим контейнером, который охладительный вот эти батареи. Слушай, спина, это внутренние органы, легкие в том числе. И второй способ – это повязать на шею смоченный водой платок. Вот насколько эти способы могут сработать, опасно они или нет. Ну, очень интересные способы, на самом деле. То есть по поводу охладительных элементов, ну, наверное, у меня будет какое-то такое степическое мнение, я не знаю, на себе не пробовала и такого в литературе не встречала. Как на практике работает, не могу подсказать. Ну, вот, например, смоченная жидкостью какая-то ткань, она действительно может принести облегчение. Если, например, вот, как бы человек получил солнечный удар или тепловой удар, то мы, конечно, оказываем ему помощь. И один из вариантов – это или обернуть во влажное полотенце, или даже на голову повязать. Но надо следить, чтобы вода была не ледяной ни в коем случае, а хотя бы комнатной температуры. Мы не должны допустить никакого переохлаждения, потому что организм становится еще в этом плане потом уязвимым. Ну, опять же, из того, что можно почерпнуть в интернетах, как принято говорить, что все-таки лучше всего утоляет жажду в жару? Вот давайте этот еще вопрос рассмотрим с точки зрения науки. Ну, тут, я думаю, одно единственное мнение верно. Ничего не может быть лучше простой чистой воды. Как альтернатива – это какие-то охлажденные, неледяные травяные чаи, несладкие морфи, компоты. Точно стоит исключить сладкие газированные напитки, крепкий кофе и алкоголь. То есть вот эти напитки и жара, они не совместимы совершенно. Что могу еще сказать? Что не нужно дожидаться ощущения жажды. Лучше пить каждые полчаса, час, в среднем, допустим, по стакану жидкости в час. И еще один момент. Очень часто спасаются от жары кондиционерами. То есть они сейчас и в офисах, и дома у многих. В автомобилях. Какая разница должна быть между температурой на улице и квартирой, чтобы это было безопасно, чтобы не было большого перепада? Да, тоже соглашусь, что есть такая проблема. Людям хочется побыстрее охладиться, выставлять низкую температуру, опять способствовать переохлаждению, потом могут заболевания. Поэтому рекомендуется выставлять температуру на 4-5 градусов ниже температуры воздуха. И, наверное, оптимальным будет 22-25 градусов. Спасибо большое, Полина. Подождите, мы еще хотим поговорить. Давай родителей... Мне кажется, у нас нет времени. Нет, 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 еще есть минутка. Давай как родители еще пообщаемся. Давай, система важная. У детей терморегуляция, да. Особенности поведения именно с детьми, с маленькими детьми, в том числе с жарой. У них же все это быстрее намного происходит. Нет, они пожаловаться не могут. Да, то есть у детей действительно вот система терморегуляции, она совершенно, не совершенна, скажем так. И те правила, которые мы с вами сегодня обсуждали, они обязательно применяются к детям. Но нужно ряд условий учитывать, что дети, они сами контролировать время нахождения на солнце не могут. Поэтому родители должны сплотно контролировать детей. Им, конечно, хочется гулять побольше. Ни в коем случае нельзя оставлять детей одних на улице в жаркую погоду. Ни в коем случае нельзя оставлять их в автомобиле. И если ребенок совсем маленький, и мама гуляет с ним в коляске, то часто можно видеть, как на улице гуляет мама, а ребенок-то не гуляет. То есть в плотно закрытой такой коляске, в которой температура воздуха еще выше, чем в окружающей среде. И создается очень опасная ситуация. Поэтому я очень призываю родителей быть аккуратными, осторожными. Лучше вы проветрите эту коляску, откройте. Ребенка защитите солнцезащитным кремом. Но не создавайте вот эту душную обстановку. Для него это действительно опасно. Спасибо. Благодарим вас за эти полезные рекомендации. Полина Мусихина, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Кировской области. Терапевт была с нами на связи. Мы на этом заканчиваем первую половину дневного разворота. Продолжим уже после 13.05. И будет у нас еще две новых темы.